поблагодарим бога что позволил собрать боже слава тебе милости твоей полная земля и на этом месте доцарствуешь ты в духе святом благослови приходящих открой сердца к слышанию слов твоих как первые ученики собирались по домам когда не было ни одного храма но ты был с ними слава тебе отец сын и святой дух аминь еще садитесь мы на дому собрали закрыть чтобы удобнее было там снимать какие-то вопросы бывают домашнего характера это не общее задание не плановое но сегодня хотелось немного остановиться опразднование церкви установлено преображение господне кое что пояснить хотя об этом уже я говорил своих книгах он книги стоят на полках покажи там слово преображение очень легко найти в церкви так все заведено и положено что профиля за унылой апатии такой мотив то сегодня не бодрый то есть смысл нужно найти зачем этот праздник усыновали мая были к этому какие-то предпосылки когда сегодня 19 церковь отмечают преображение господне 19 августа во всех храмах одинаковое богослужение господь взял трех учеников зашел на гору фавор преобразился явились моисея или я петр предложил трехущий построить в общем все вокруг этих событий нас должно заинтересовать какую роль вот этот праздник играет в нашей жизни и вообще этот праздник имеет ко мне какое-то отношение или нет что преображение есть но это знают преображенские районы преображенский фамилия собачье сердце булгакова там профессор преображенский откуда взято вот этого слова корень то преображение христос преобразился весь сделался как свет потом григорий палома это уже спустя восемь веков видимо будет объяснять что это за свет откуда он происходил или из самого христа исходил хотя это тоже не имеет никакого отношения мы православные поэтому рассуждаем о православии у нас много есть то что требует разъяснения разъяснение иногда заключается в следующем сказать что это не основано на священном писании пока мы это не скажем мы просто не можем двигаться дальше да можем многое наговорить нас просят люди у которых если руках святая библия вот эта вот книга покажите на каком основании вы празднуете этот день мы ничего не можем сказать а другие которые не празднуют просто вопрос поставить но там и не празднуем не празднуем сегодня все на на работе кто как с картошкой возится тяпает кто на покосе грех или не грех эти вопросы домашнего порядка тоже надо разъяснить этот праздник как профессор скобалинович пишет это так приблизительно возник приблизительно не раньше четвертого века на самом деле в восьмом веке и что до 4 8 века люди не спасались а что в общем случилось с учениками которые сошли вниз и христос только перед тремя преобразился сегодня этот праздник отмечают на фаворе а что он был на фаворе в библии об этом тоже ничего не сказано сегодня собираются люди там около в израиле на этой горе гора это холм надо понимать это не эльбрус со всего мира съезжается молодежь ставят палатки ждут ясное солнечное небо и вдруг появляется тучи каждый год одинаково появляется тучи облака гремит гром сверкают молнии все это фотографирует показывает я говорю чужого слова сам не видел этого но поверить можно а вопроса надо поставить от бога это или нет это молодежь обращается ко христу нет а зачем тогда вообще зачем это шоу ну же людям пётр понял что там хорошо построим три кущи три скини три шалаша три палатки и одну христу другую пророку или и одну моисея строитель он рыбак щедру решил строить тоже непонятно лишь бы не возвращаться назад а внизу ждут бесноватые там написано ученики не могут исцелить нужен христос и вопрос стоит а в моей жизни это как-то отображается преображать от него бы не было дня девятнадцатая завтра двадцатая ничего вообще бы не было некоторые скажут духовном плане я должен преобразить себя во христе а тогда причем праздник преображение наступает при рождении свыше когда душа принимает христа верою и христу дает место своей жизни чтобы он руководил как нам жить жить по его святым заповедям быть движимым духом божиим и получается что сам праздник преображение никакой роли в жизни людей за 2000 лет не имел вообще никакого а если скажут что он имеет как именно имеет надо показать допустим праздник сретения господня семья он богоприимен встречает младенца христа берет на руки молится как на меня живущего в теряевке отражается это я как могу туда войти он встретился а я я всегда думаю когда об этих праздниках благочестивых выдумках говорю почему праздник такой не сделали одним из самых больших обращения преображение встретения савла со христом вот это был праздник был гонитель преследовал церковь хватал арестовал приговаривал и вот трепетали все боялись и вдруг с неба света сиял упал и слышит голос савл савл что ты гонишь меня а кто ты господи я иисус назаренин которого ты гонишь он иисуса не видел не гнал в каждом христианине живет христос и прикасаясь к верующим он прикасается зеницы ока божиего вот как жизнь его изменилась настолько что мы сегодня имея библии 27 мест 27 книг 14 церковь приписывает апостолу павлу это больше половины вот эта встреча была а ее никак вообще не отмечают до день петра и павла казнь это 12 июля а обращение было когда в какой день ну хотя бы намеком дать нигде нет я стал задуматься почему а потом вопрос сам по себе выходить стал на ответ а кто праздники вообще-то нам составлял 12 искусственно подобранных праздников стал каждый праздник вникать и увидел ну допустим родился христос если бы не было рождества я бы был во грехах не было христа он не умер не воскрес я бы был во грехах это меня касается а воздвижение креста когда начинаешь исследовать как казать праздник не на воздвижение на обновление храма было не в том году и не в этот день а чего ради то церковь отмечают тоже необъяснимо эти неудобные вопросы и я знаю что священники будут потом слушайте о это протестантский дух это там сектант или какой это чисто православный вопрос я их исполняю как протестантский когда я исполняю я и рыбы приобрел сегодня рыбный день пожалуйста осветили овощи у нас все по православному мысли не понимаем духом так праздным брюхом все равно у нас отмечается этот день вопрос отмечает память людей написано вот такой-то святой такой-то был это монах ели где он ходил в горах беспокровное житие крыши над головой не было а еще что он делал ничего не делал больше просто ходил скитался корешки собирал ел молился как молился что тоже не написано церковь его отмечает был герасим чем он герасим прославился не побоялся льву за морду вытащить из ноги и лев показался настолько благодарны что стал служить ему и он на нем воду возил вместо осла а когда герасим умер то лев поднялся на лапу ударился землю об землю и умер то есть он ни одного человека не обратил даже льва не мог обратить или кто стал самоубийцей об этом не говорят а герасим петрович павский профессор воспитатель царских детей переводит библию которую мы считаем псалтырь это его перевод матфея это его перевод церковь вообще как будто его не знает вот два герасима на трудах одного миллиона людей прославили бога а другого вообще знать нету не монастыря того нету ну правда он есть числится а сколько монахов один монах один монах там теперь вот это хотелось сравнить с тем что ну в библии считается самая популярная личность которая известна это конечно моисей давид от две фигуры почему церковь не отмечает более заслуженную личность даже в святых списке святых его нигде нету который сделал больше чем моисей и больше чем давид вместе взятая за моисеем и за давидом счастливилось такое что как у давида сразу два уголовных преступления смертные оба я не настаиваю ни на чем просто говорю это и биография а ездры священника часа божия никак не отмечает церковь вообще даже списка святых его нету а он собрал канон книг библию он отстроил иерусалим он восстановил храм он вывел из плена народ свой у него столько дела ни одного никакого проступка нигде нету сказали бы за что-то церковь где-то он против монахов говорил ничего не было у него и притом три книги его первая книга ездра вторая и третья не канонические вообще как церковь будто его не знает и в списках нет я когда все это обдумал я понял почему монахи монахи им это не нужно библии они не составляли они все остальное подводили к тому что сходилось их жизнью пустынники значит пустынника прославляет монах монаха канонизирует преобразиться надо свет христов а что христос преобразился мы в это верим это нужно было ученикам а для чего чтобы они поверили что он есть бог они поверили в это вопрос кто не все может сказать так это задолго до распятия а когда христос воскрес год я упрекал их за неверие ну помогло им это преображение то вопрос зачем это нужно было нужно было вот это трем увидеть кто он такой ничего больше в этом нету энергия откуда то какие слова там все придумают энергия энергия какого света происхождения то есть совершенно другую степь потянули нужно сказать что праздник искусственно надуманной никакой роли в жизни христиан он не играет и никаким праздником он не является его искусственно придумали монахи и все на этом на какой ты про я православный я все делаю как есть а рыбу елся мне что надо то еще арбуз освященно подарила нам людмила анатольевна вот не они ла наложила нам там помидор еще только нету все освященное в церкви этот маленький вопрос относительно одного праздника задают вопрос почему об этом не рассуждает страх мы заложники боязнь что это будет выглядеть не так а что не так перед богом об этом даже речи никакой не возникает докажите что на горе фаворе было нет этого маты как думаешь я думаю как церковь повелевает на горе фаворе но другому я не могу этого показать то а мне хочется показать что надо праздновать это событие в жизни христа я спрошу первых христианин написано были движим и духом божим почему они его не праздновали вообще не отмечали они его не знали даже рождество христово не отмечали отдельно вместе с крещением до четвертого века тянули так это века не дня 400 долгих лет не знали дату рождения христа я искусственно придумал и иоанн златоус подсчитал я знаю я насчитывал златоуса 12 того а нам надо надо чтобы не гордиться и не пыжиться когда другие говорят о христе а сидеть и слушать внимательно а вот они говорят не так они говорят правильно и мы должны сказать аминь пусть это будут баптисты адвентисты седьмого дня харизматы кто бы не были лишь бы это было пристойно согласно священного писания вопросы но а что задашь вопроса можем поделиться только что вас не видели да я тоже могу только вот пример привести недавно прочитала про святого жития святых марка марк сирийский или синайский тоже прочитала и была в шоке что 95 лет прожил отшельником не видел не только человека не птицы не животных никого а перед богом заслужил почему-то потому что сам ангел его обслуживал кормил бог одел его в шерстяную одежду что он мы считаем их биографии написанные монахами больше ничего сказать не можем что зверей они не видели они говорят так как ануфрии никого кроме зверей я не видел наоборот они видели зверей тут на он не только зверей птиц не видел никого не кого-то на горе жил на горе где никого не жил где подземелье сидел на горе в пещере на горе пещере она птиц мог видеть ну вот они красоты не видели пишет об одном а нахине жила в самом красивейшем месте в мире и на разливы не нила она ни разу не взглянула ни при закате не превосходе бог разве так учил небеса проповедует славу божию вот она в чем смысл за проповедует а как они проповедуют говорят насколько чисто красиво премудро к месту своевременно все слова соединяются к этому и как мы радуемся глядя как меняется погода какие разливы краски какие благодарящий бога за все а если этого не видеть то небеса проповедует славу божию и звезды не изучал астрономии не знаю вообще ничего туда нету а когда это все знаешь как удивительно люди вперед рассчитывать на сотни лет где будет какая звезда какое затмение какая приблизиться какая плеяда с какой сойдется это необходимо знать ну пусть не с такой уже точностью обширными знаниями но все равно красоту надо видеть и наблюдать это можно наблюдать и не обязательно знать астрономию если я не буду знать о звездах все что они некрасивые значит или небо не такое красота она все равно красота независимо от этого но ты видела птиц разных красивые как они не прилетает рады первый скворец первый же ворона грач идет как разваливается как хозяин как весну ты встречаем с птицами по очереди как нам сообщает об этом так что сама сущность подсказывает творение божие прекрасно и нужно видеть и прославлять бога за него и и земля проповедует о славе божией о делах рук и увещать твердь твердь это земля и мы видим как бог прекрасен как все сотворил насколько это интересно вот что я хотел сказать немножко о праздновании сегодняшнего праздника преображение господня никогда он не был праздником и о нем тут же забывает никакой роли то нету и поздравить то никак отдельно если христос то христос воскресством с рождеством я слушаю какие песнопения заунывное меланхоличное как бы безразличное мы сторонние наблюдатели было ну было значит было слава богу бог петр однажды говорит и когда мы услышали глаз от велелепной славы его отец засвидетельствовал что это сын его возлюбленный в другом месте написано и здесь его слушайте вот это пропустили мимо ушей слушать стали кого людей что люди скажут а вот такой то максим исповедник федор студии а вот поэтому я ни с кем и молиться не могу вот это научили все старобряться а что он сказал сын мой возлюбленный что он сказал слушайте и так не нету вот максим Исповедник сказал, это слушайте. Слушайте, что Христос сказал, что Бог Отец сказал. Вот немного празднования. Мы все соблюдали. Была литургия сегодня как положено, но людям надо рассказать. От этого праздника вы ничего не возьмете, потому что я этого не видел. Это дано только ученикам, которые были внизу, говорю, они это тоже от этого праздника ничего не получили. Преобразился, видел откуда я знаю, видел ты или не видел, или проспал. Да ты же не видел, ты спал. Ну да, спал. И говорят, вы предложили строить, а Христос отверг. Вы хотели монастырь на горе устроить? Ну да. Не получилось, нет. Откуда монахи взяли, чтобы монастырь строить? Попытка построить монастырь вот была на горе на этой, если считать ее за фавор. Конечно, хорошо. Никто не шумит, тишина. А Господь, нет, говорит, там ждут нас. Дальше за этим не стоят. Нигде не сказали, что Христос не только это отверг, а немедленно побудил сойти с горы. Там люди ждут, там нуждаются в нас. Там бесы уже командуют, демона уже загрузили. Надо переформатировать сознание им, как патриарх говорил. Вот вопросы какие? Получается, что у нас все жития святых составили монахи? А кто? И значит, можно вообще всерьез это все не принимать? Вот я, знаешь, говорил, когда семь макалецких сыновей, имена их, Иван Суворов звонит батюшке. Батюшка ко мне приехал. Откуда, знаете, благочестивые вымысла, скажи ему, монахов? Он монах был, талантливый писатель, Дмитрий Ростовский, чудотворец. Ну и чудотворец. И главное, прямая речь, что сказали, все это выдумкой. Ни одного слова с тех времен нигде не сохранилось. А он что писал? Писал. Талантливый писатель. Я все беру. Молодая гвардия, Александра Александровича Фадеева. И он пишет, когда перед казнью Олег Кашевой сидит и все вспоминает. Последняя мать говорила ему, Олежка, Дролешка. И дальше что было? А после отсюда его вывели, ни с кем не встречался, его расстреляли. Откуда вы знаете, о чем он думал-то? Я тогда еще в школе думал. Если бы он был, да передал, тогда бы понятно. Вообще не было встречи. О том, что Дух Святой придет, научит и расскажет вам, а неверующий Фадеев не мог этого написать, потому что был пенчушкой, застрелился. Он ничего не знал. Но советской власти это нравилось, и это все пропустили. Когда Моресев полз, думал, тогда можно было встретиться, спросить, Алексей, ты об этом думал? Мог бы сказать. А это нет. Здесь благочестивый вымысел. Вреда никакого в этом нет. Он и писал. Но у него было так, что он писал, и неоднократно, только он два раза упомянул об этом, что являлись святые, о которых он писал. И говорили, ты не так пишешь. Не так было с нами. И он это написал. Был такой мученик Орест. Не Орест, а Орест. И он говорит, ты обо мне написал, видение ему было. А ты почему не написал, как они косой возле с меня вот эту, вот эту икру отрезали на ноге. Почему ты не написал? А возле с меня сухожилия перерезали. И он, а кто ты такой? Он говорит, о ком ты пишешь сейчас, об Оресте. Что ты пишешь, когда ничего не знаешь? И он отошел. В другом месте он, мученица Варвара, во сне, что видит? Мощь ее перекладывает. И они там тленные. И он там то ли мыть их начинает, или что-то. И дальше какой идет разговор. Это что он во сне видел-то? И он пишет, как писатель. Просто бы раз, я и во сне. Вот талантливый писатель, отец Кирилл Сахаров, у которого мы в Москве останавливаемся. Его взяли, у него что-то там с почками нашли, неладно, там что-то в почках. И вот он все, как был в больнице, как боялся, как молился, как врачи делали разрез, там что, он все описал. Я говорю, батюшка, отец таким вот, тебя брали в больницу, тоже там с сердцем что-то. Ты мог бы это описать? А что описать? Ну как был, а что думал? А что описать? Он не может через чего-чего, он не может перешагнуть, потому что нет таланта никакого в этом вопросе. А тот все описывает, как врачи, какой национальности, что они говорили, как он после этого, что забывал где, потом как мы приехали, с нами какая встреча была, что беседовали. У него четвертый том вышел, уже воспоминания. Он писатель, его союз писателей, обычно долго принимает, а его буквально на одну неделю приняли. Так его поздравляют? Да, он талантливый, но он не выдумки пишет. Но понимает так, как есть. Но видимо, что-то где-то у него есть, там шевелится. И меня спрашивают, а что я не так написал-то, вот это с чем? А я говорю, я всю дорогу читал и показал, сколько страны? 400, а я сделал 700 пометок. Почитай. И он сидит там, и все это все заснято, листа это. Он талантливый. И вот этот Дмитрий Ростовский. Я ленивый, и когда на благовестие уже ударили, что в церковь идти, я решил еще маленько прикорнуть. И когда я заснул, и в это время вижу легкий сон. Тонкий сон. У монахов он только тонкий. И в тонком сне я увидел. И дальше, дальше он отверг описывает. Другой тот, вот она спит, она не может сказать, что она видела-то. Она просто спит и клюет носом. Она не понимает, зачем спит, что я сказал, возьми, ткни себя с чем-нибудь. Она не сделает. Почему? Это самое приятное. Она расположилась. Слышит, я монотонно здесь гуслец играю на гуслях. И она плывет в это время. Один раз сказали, сразу встала, взяла в руки, тело свое крутнуло. Да что ж я делаю-то? О божьем разговаривает, пришла и всех усыпляю. Вид такой усыпляет других. Не то, что там энергетика. Дыма, говорят, не бывает. Тут и дыма даже нет. Так просто. Тихое, говорят, веяние ветра, а тут тихая смерть. Никто и не заметит. Вы научитесь вещи называть своими именами. Вот сегодня, представьте, кончилось богослужение, я говорю, нам предлагают, чтобы мы собирались дома. Неплохо, в домашней обстановке, да, ну воздух тут может быть спертый. Какой воздух? О чем ты толкуешь? Баптисты отделенные, когда собирались, проповедовали все, их арестовали, сажали. 130 человек только сидело. Более 15 не вернулись, умерли там. По десяткам лет наворачивали. Храпов 29 лет отсидел. Мы, говорит, свое богослужение баптистское заканчивали, выходили, у нас костюм можно было, выжимать из него пот. И никто не жаловался. Вот как. А тут только зашли и поплыл. Вверху в глаза считай, смотри, благодари, набери резвости, скажи, я пришел преобразиться, выйду отсюда другим. А что бы ни было, не ссылайся на то, что ночь молился. А какой смысл тогда днем тебе день превращают в ночь, а ночь в день. ты можешь, а день в ночь, это не дано такого правила. Чтобы никто и не знал этого. Пошел в церковь на занятия предварительно, минут 10-15. Я вот сейчас перед тем, как заходить, только зашел, оглянулся, гляжу, у меня там диван. Я закрылся, не трожь до начала. Там сколько? 10 минут оставалось, мне 10 минут достаточно было. Все. Наполеон в битве готов. Главное ввязаться в драку, а там видно будет. Да такой дракой, чтобы другим было примером. Драка за истину, за Слово Божие. Так, вопросы? Давай. Вот я сейчас приеду в Урпцовск и с Валентиной Дмитриевной мы обмениваемся. Вы видели старушку, которая молится. Много лет молится. Для нее это праздники. К ней никто не имеет права прийти в этот день. Она говорит, ну ладно, мы работать не будем, это праздники. Все, сейчас мы это будем молиться. И скажи я ей вот так сейчас вот это все. Как вы, спрошу, относитесь к тому, что это праздник? Вот он возник в 8 веке. Его утвердили в 8 веке. А дай это люди его отмечали. Поднимись на ноги. Возможно, это будет для нее соблазн. Она часто соблазняется. Ну как же так? Праздник же. Ну праздник-то это человеческий, надуманный. Слово праздника, слово праздник, безделье. И она говорит, ну для меня это соблазн. И вот как вы там молитесь, я не знаю, служение апосты, она принимает. Соблазн для тебя соблазняется на мухи. И что из этого? Пусть она, мы не работаем тоже. Для тех людей, простите, для тех людей, которые вот сейчас в московской патриархии, вот дополнительно сейчас скажи, для них какой-то соблазн будет. Нам зачем смотреть соблазн, не соблазн? Господь, когда говорил, для всех был соблазн, что зерна перетирали ученики. И он сразу в ответ сказал, а как Давыд зашел, хлебы предложения взял, речь идет по нужде. А когда стали другое говорить, он говорит, вы связываете времена неудобоносимые. Вы эти времена навязали, их и сами не несете, и перстом не двинете, чтобы вздвинуть, и взяли ключ разумения, и сами не ходите в Сарство Небесное, другим запрещаете. На это есть, что ответить им. И у меня соблазн. А у меня вот соблазна ни одного не было, ни разу, за всю жизнь. Как так? Я не знаю, что это соблазн. Я говорю, человек поступает неправильно, я обязан обличить, и на этом конец. А он не так. Это его дело, но я ему должен сказать. Я должен сказать, и на этом все. Помолись, чтобы Бог открыл. Видите, какое слово соблазн. Ну и что соблазн теперь? Не жить нам на земле, из-за твоего соблазна. Ну как? Вы другие, вы не такие. Ну, такие или не такие, мы говорим по Писанию. Слово Божье должно быть авторитетом. По Писанию, Слово Божье, авторитет. Если оно не имеет для них, это для меня должен быть соблазн. Говорящие превратно, дабы увлечь учеников за собой. Превратно, то есть вопреки Слову Божию. Я превратно говорю, покажи, где превратно. Но самое-то главное, для них непонятно, как вот говоря так, вы в то же время точно исполняете все. У меня есть свое мнение, но я подчиняюсь решению церкви. Посты надуманные, они не евангельского устроения. Но ты сама знаешь, как мы соблюдаем. Не положено растительное масло, его нету. И впредь не будет. Но они не евангельского устроения. Но мне это полезно. Я православный, вопросы сняты с повестки. Но рассуждать я могу. Мне это дано право от Бога. Чтобы я рассуждал, спрашивал, задавал вопросы. Что не разумеете ныне, говорит, что разумеешь после. Чтобы дойти до этого, надо подняться с колен. Никаких авторитетов, если они вопреки Слово Божие. Никаких. Патриарх, не патриарх, собор, не собор. Это не имеет никакого значения. Соборы многие проходили, ни один, ни два, которые после, следующий собор отменял. И называл разбойничьими. И все. Патриархи уклонялись, как на истории. Впадали в ересь. Архимандриты, как Евтихий. Пресвятира, как Ари. И что, это авторитет для нас? Для нас авторитет, это формула православия. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу. И ныне и пресной, и во веки, и веков, и в амень. Все. Более расширенный вариант веры во единого Бога Отца. Вот наше православие, в чем заключается. Вот в этих рамках я и должен смотреть на все. Я живой человек, меня это интересует. Я отстоял службу, вышел. Как на меня это повлияло? Что могу с этого, не считая взять для себя, не считая освященных овощей? Если что-то ты взял, ты расскажи, что я подойду и попрошу у Бога. Ты ничего не можешь сказать. Спал там, спишь здесь. И весь твой ответ. Он преобразился, но Он был тот же самый. Мы те же самые должны преобразиться в образ Христа, преображаясь. От славы в славу. Переходя из веры в веру. Людей вообще, как это из веры? Значит, сегодня я был православный, завтра могу быть католиком. Писание прямо побуждает. То есть, сегодня я верил в одно, теперь сегодня я тебе показываю, что в этом заключено. Ты должен это принять или опровергнуть, проверить, или как хочешь. Есть люди, которые спорили, кто главнее. Иоанн Златовуц, Василий Великий, Григорий Богослов. И у каждого были доводы очень сильные. Я Аполосов, я Павлов, я Кифин, Кифа это Петр. И вот церковь, видишь, три стоят святителя слева вместе. Решил в один день праздновать им, чтобы никто не спорил. Они в разное время, и каждый приглашал. У нас сегодня Златовуц-то, у каждого праздник какой престольный. И церковь взяла, свела их в один день. А день памяти их совершается в день смерти. Они умерли в разные года и в разные дни. Но церковь решила, что так можно сделать. Мы так и отмечаем. И они так и подписаны. Мы собрались, как туристы. И это хорошо, это здорово. Теперь нужно, какие конкретно у нас вопросы в течение недели были. Я вот с вами делюсь всем. Я потерял флешку. Я растяпа. Я не предусмотрел, что цепляют кусты меня, эти сучьи, и они порвут материю, и здесь будет дыра. Я об этом не подумал. Я смотрел, только верхняя пуговка застегнута, а там застегнута уже ничего нет. А я только пощупаю, и застегнута. Я много раз за день еще смотрел. Тут-то легко понять телефон. А там-то махоньки. Ничего уже, брат, сегодня мне говорит, я флешку дам у меня на 2 ГБ есть. Ночью уже пароль прислали. Я уже заранее сделал, чтобы у человека был пароль мой. Прислали, уже вошли, посмотрели, что есть, поздравительные какие идут. Надо жить интересно, красиво. Я вызывающее слово говорю, которое не всем понятно, азартно. Азартно нужно жить. Вот это да, я тоже это сделаю. Я тоже попытаюсь это сделать. Вы знаете, когда человек входит какой-то в азарт, он последнее кладет все, все, все имение подписываю. Или я выиграл, или пан, или пропал. Или грудь в крестах, или голова в кустах. Перед Христом так. Кто любит меня, должен что сделать? Вознявить отца и мать. Ты услышал это дело? Разбери, что в этих словах. Не бросать отца и мать, докормить, любить их. Но выше не ставить, если они говорят, если ты со своим Христом еще будешь заходить, больше дома, чтобы тебя не было, предпочти остаться безотцовшиной. Тогда. Для меня выбора никогда не было. Я могу это говорить, потому что за плечами 53-й год, это не два дня, 53-й год, полвека, как я обратился сознательно. И у меня никогда, ни разу не было слов. У меня времени нет. Я когда бы не пришел, вот у меня Надежда Васильевна постоянно это. Ой, у меня как-то времени нет. Это однажды произнесла, она сделалась пленницей этих слов. У меня не было этих слов. Или, знаете, тут такие большие препятствия, так, повнимательнее слушайте, просто ободритесь. Я ни разу этого не сказал. Ну, а были препятствия? Ты во сне не видал, какие препятствия? Аресты, тюрьма, психиатрия. Я за препятствия не считал, я считал это закалка. Я перехожу из класса в класс. И даже там вести себя нужно пристойно, помнить, не попятиться нигде. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Приятно. Я оглянусь назад, и я вот когда разговариваю, вы часто о себе говорите. Ну, у вас этого нет, вы не можете говорить. Я говорю, потому что это пример. Павел говорит. У всех были клички, кого я знал, разработки были у КГБ. И я сделал запрос официальный, под какой кличкой я проходил. Бывает такое-то, такое-то там. Патриарх проходил, кличка Дроздов, вот этот Кирилл Михайлов. Это объясняется, чем он сам Михаил был, к примеру, сказать. А мне ответ пришел на бумаге, официально на бланке. В нашей разработке вы были под своим именем и фамилией, у вас клички не было. Не было. И в других данных у меня есть документ. Кто может сегодня по району нашему показать, что он был в разработке, сажало его в московской КГБ или такое, и он шел под своим именем. Почему? Они ничего не могли придумать. Ничего. Не было дано им. То есть они не имели никакой закорючки. Был такой Попков один в Москве, высокий, знатный, видно, он в Америку уехал. Я на дому у него был. Потом считаю, под какой кличкой он проходил. Клоун. Вот и все. А уж он там подыгрывает масонам, американцам, не знаю, как говорит. Это я только то, что прочитал. Если не так, прости Господи. Но я читал это. Поступает там, где он против России и прочее. Надо достойно принять и поношение, и пострамление, и смерть. Такой был, он еще живой, видимо, Юрий Михайлович, Юрий Иванович Михальков в Барнауле. Он три раза сидел. Инженер-конструктор аппаратурного завода из отделенных баптистов. Уехал в Германию. Ну и там, видимо, тамошняя штази, это полиция тайная, пытались работать с ним. И когда вернулся сюда, он вернулся на короткое время, видимо, к родителям, его сразу здесь вызвали в КГБ. Молодец, Юрий. Мы тебя сколько раз сажали, а ты нигде не пошел. Ни на какой конкордат с ними. Не надо, это моя родина. Я там не предавал, и здесь никогда не будет. И там от него отстали, видишь, и бесполезно. Я вам не нужен, вы можете меня уничтожить. Но работать с вами я не буду. И эти уже в КГБ все знают. У них свои там люди. Пожалуйста. Ты никогда на это не иди. У нас тут был один брат, вот здесь, в Потеряевке. Нас преследовали, приехали следователи, уголовный розыск. Я только думал, только бы этого брата не тронули. Он бестормозной, и он наплетет, не выпутаться. Так и получилось. Они только к лагерю, он выскочил навстречу ему, они его сразу в кабинку. Вот уже проходит полчаса, все сидит там. Ну сидит-то, не молчит. Я о твоем зяте говорю. И сколько он там налопотал-то? Когда вышел оттуда, оставили, я стал говорить, ты говорил. Зачем же ты это говорил-то? Они этого не знают, им это не надо, совсем это не надо. Но они же спрашивали, ты полоумный или нет. А они деньги получают за это. У меня знакомый священник, очень близкий, бывший офицер КГБ. Он потому близкий, что здесь он принял православие. И он говорит, нам их никогда не переплюнуть. Они учатся, и учатся очень хорошо, чтобы работать с нами. Поэтому тебе самое главное, нужно учиться молчать, не умничать. А он начал там где-то, и дальше они его запутали мгновенно. все. Мне как-то было, на Никитиной мы были, звонят. Я могу чуть ошибиться в фамилии, но почти точно Ардов майор. А вы не могли бы, Игнать Ихначе, кто к вам приезжал на этой неделе? Так, подождите. Повторите вопрос. Так, а кто он такой? Я такой, мы же встречались. Считайте, что я не слышал. Еще один раз я услышу такой, и отплевать все буду, что знаю у вас. Простите. Все, больше он ни разу не звонил. Больше ничего не надо. Я его не оскорбил, никак, ничего. Вы какой мне вопрос задаете? Кто ко мне приезжал? Так вы для этого поставили, чтобы смотреть? А я не для того, чтобы узнавать и сообщать вам. Каждый выполняет свою работу. У тебя плеть, у меня спина, у тебя секира, у меня шея. И каждый получает от своего награду. Тебе все понятно? Больше он ни разу не звонил. Но потом мне передали. Опять же, приезжал Дворкин, и было собрание, ну, они собрали прессу от силовых структур Барнаула. И кто-то встал и задал Дворкину вопрос, а как вы относитесь к Лапкину? Он начал там буровить-то. И будто бы этот же человек из КГБ встал и сказал, а мы, говорит, его уважаем. Дескать, у него камня в запасах никогда нет, он говорит то, что есть. И тот сразу сел, больше ничего не стал говорить. Не терять отношения. Кроме того, мы друг друга поздравляем на Пасху. Это чего-то стоит. А вы говорите о себе, ну, ты говори о себе, что ты скажешь? Ну, говори, был там, не был, ну, тогда слушай, тогда говорят. Если я тебе говорю, то скажешь, да, мало что говорить. Я тебе говорю то, что было конкретно. В дневике у меня все это записано. Когда, какого числа. Вопросы? Гнат Тихонович, а вот после смерти вашей дневники можно будет опубликовать? Если разберут. В смысле? В одно время я дневники вел в запись на семи языках. Представь себе. На немецком, английском, испанском, латышском. И притом, не предложениями, а словами. Одно слово там итальянское, следующее испанское. Иди разбери. Но это немного, где я хотел скрыть. А остальное можно. Так у меня писем сколько? 77 томов, когда я перестал переплетать. Это то, что осталось после того, как сожгли две большие кучи в краевой прокуратуре. Это мне они сказали. Каждый том 650 страниц. Переплетенные под номерами оглавления. Все. Ко мне приходили из краеведческого музея сколько они взяли документов. Каждый листик какими словами начинается, чем заканчивается и далее. Бодрствуй крепко. Я никогда не скрывал. Дневники, пожалуйста, берите. Если поймете, я пишу очень кратко, более подробно в письмах. Письма иногда 10 страниц и более. я посчитал, в один год у меня уходило 1200 конвертов. 1200 только надписать адресов. И вдруг сразу сказал, больше не пишу. И ни одного письма, ни одного письма после этого уже не пишу. Я умел отрезать, вовремя остановиться. За 9 лет написано мною 3467 стихотворений по 9 куплетов. И в один из них я сказал, все, больше не пишу. И больше ни одно стихотворение не написал. В один день обрезаю все это и перехожу на другое. Вот у меня в этом написано стихотворение, которое Виктор Николаевич положил на песню. Пример к себе своим воображением. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз гляжу из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине, мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня. Гнались до упаду. Я отошел, не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройден. С той стороны земли на все гляжу. Я успевал застолбить новое, новым занялся. Для чего я родился? Мне отпущено было. Я выполнил сколько по силам это было. Да вы берегите себя на такой работе. Вот сейчас работаете, пластаетесь, полуживой, там, видимо, здесь, видик. но я бы еще сидел. Я бы первый заповедь не выполнил есть в поте лица хлеб свой. Да, мне это обошлось дороговато, потерял флешку, потому что нитки слабые на заводе делают, оторвались. Я претензии имею к фиксирую производства. Помогу вам, господи, ее найти. Нынче, видите, полез кверху. Вот здесь на столбе года два назад было здесь. Я сказал, только я лезу. В колодец чистить только сам лез. Года два назад, нынче уже Володя полез. Почему? Я всегда считал, что я самый малоценный и меньше всего будет потери. Я остался, я остаюсь с вами, а вы еще молодые только начинаете. Некоторые это понимали, мне говорили, ну вы едете там, ну понятно, Ставрополье, рядом, ну не ездите только там в Южной Республике, особенно в Чечню. Вам-то уж все равно, отпетая душа. Ну молодыми-то не жертвуйте. А мы в Чечне были три раза. Три раза. И о Чечне у меня самые добрые воспоминания. Хотя я предисловие говорю, не опровергаю никого. Они режут голову, я видел документальное, да, они режут, но я документально видел, как вы стреляете. И чем лучше одно другого, что эти трупы лучше пахнут? Нет, конечно. С нами по-другому было все, потому что мы другие. Мы иные. Мы с Богом. Мы благодарим Бога. И они видят, и мы молились вместе. Ну пусть кто-нибудь, вот из знакомых покажет, что он только что познакомился в один день, в доме мулы ночевал, и была беседа. Ну вот обойди своих знакомых, задай там баптистам, другим адвентистам. Ну много это было. И это не где-то, а в Азербайджане. Это сугубо мусульманская страна. И все это в интернете выставлено, потому что мы все снимали. Кому это не надо снимать, это люди, которые страшатся своего лица, телесного и духовного. Им это не надо, они боятся. А мы не боимся. Я не фотогеничен. Какой есть, такой и есть. А что это у вас вот смотрят, выступают пятна? Ну что бы ответили? Мне говорят, это ваши сухари вылазят, врач говорит. Дорога, это чем питались? Сухари да вода. Сырую воду пили по всей Европе, до Лиссабона. От Тихого до Атлантического океана. Не от этого. А почему? Я знаю, а ты не знаешь. Земля зовет. И она меня уже преображает в свой цвет. Земля. Я из земли в прах иду туда. Да, я могу сказать, не прибавляю, я исповедник Христов. Но я не мученик. И только стали переписываться с Сергеем Козловым. Он говорит, я понял, вы хотите стать мучеником. И вот вчера интересно было. Этот Козлов Сергей в Воронеже, парализованный, 12 лет, совершенно недвижимый. Представь себе, я не могу сегодня в эфир не выхожу. А движется только вот этот вот состав. И лежит рука скрюченная на этой мышке, вот так вот движет мышку где-то. Моща с кровью идет. Представь себе, и ему открыто. Вчера мы с ним беседуем по скайпу. И он говорит, а где этот у вас большой такой Игорь? я говорю, Третьяков? Не поднимись. Телефон. А Володя говорит, нет, наверное, добывал. Говори. С миром. Ну, да. Спаси, Христос. У нас благополучно. На Красноярск отправляешь? Ну, я думаю, еще полнедели подождать или недельку и послать, чтобы он в конце месяца из отпуска возвращается. А на Метрополию Старобрядческую от Асталика ответа нет? У нас много Игорь и Топунов. Ну, сегодня вот запрос Саренбурга, все книги просят. Надо, мы запрос сделали и тогда отошлешь. Как всегда, деньги... Да. Не в конце, а за неделю до конца. Потому что в конце он придет, а неделю будут идти книги. Да. Да. Напомни там этому Виктору Петеримову. Я туда отправил 2 терабайта, то есть это такой жесткий диск, что-то у нас сломался. Жесткий диск, на котором все записано. 2000 гигабайт. Видимо, мы что-то с ней ладно сделали. Он перестал работать. Ему переслали. Напомните, мы сегодня мы с Игорем Барабашом отправили туда. Напомни, там мало кто, чтобы Витя отремонтировал, скорее прислал. И с Ольгой Воровой держи контакт. Она у нас там все это конвертирует, отсылает. Все. С Богом. Татьяна Капустина. Всем поклон, с праздником. Все выполняет. Старшая сестра Хрестово-Звиженская община. Вот так вот дорога была, когда позвонят, я тоже всем докладываю. Вот они рядом здесь позвонят, в карман положил, ничего не говорит. Вы только секрет какой-то делаете. Ну, мы уже едем вместе. Ну, это мне звонили свои родные. Ну, я-то тебе о всех говорю, родные, да какие они твои родные-то? Больше, чем мне родные. твой отец, мой крестник, он родной мне или нет? Родные. Ну, Викторов отец. И каждый раз их понужают. Поговорили, телефон в карман, и все. Не хотят сказать. Вопросы? Про Игоря не договорили вы? Про Игоря не договорили. Про Игорь не договорил. Значит, Володя говорит, это Добунов. А какое отношение и где он сейчас? Дело в том, что я, говорит, сегодня видел во сне, мы с вами идем по улице, а я о нем хочу спросить, что ли беспокоит что-то, а его нигде нет. Я говорю, он инженер геолого-разведочной партии, он геолог профессиональный, и он добывает золото. Он уезжает, когда еще снег, и возвращается, когда снег выпадет. Он позвонил утром, у вас вчера были, по скайпу говорили. Ну и все. Я ему говорю, он у него все в порядке. Но уже спустя несколько часов, часа там три прошло, из Барнула звонят, Игорь Добунов лежит в больнице. Никогда Сергей Козлов не спрашивал меня ни про кого. Здесь спрашивают конкретно, он видел сон именно про Игоря Добунова. Он знает о нем больше, обеспокоится, чем мы, находящиеся здесь рядом. Что тебе еще доказывать? Где Господь? Это все записано, самое главное, ну ты теперь наворачиваешь. Это записано. Володя стоял и записывал. Вот как Господь делает. Он прозрительно, ему Бог открывает. Мы два дня только с ним познакомились, он мне сразу говорит, мое желание. Я между строк, говорит, вижу ваше желание, намерение. И он болеет, лежит 12 лет на выпечку. И все время, говорит, думал, зачем я живу? А мысль была, для какого-то большого дела меня Бог бережет. И наконец я встретился. Понятно? А на какую тему не заговорив, все знает. А в интернете он разбирается, я не знаю, кто больше его разбирается. Все советы берет, берет руководство оттуда, и у меня ведет все. Вот как. И у меня люди есть разные, которые между собой даже не совсем молодах, а у меня со мной они все в хорошем отношении. И я в каждом вижу такое, чего в себе не вижу. Для меня все учителя, кто бы они ни были. О, вы что-то восхваляете, мусульман? Да стоит того. А что самое ценное у мусульман вы увидели? А вы что увидели? Ну, у них дисциплина, на войне они так сражаются, только и в силу. А я увидел намаз. Намаз это пятикратная молитва каждый день. Это самое ценное. Почему у нас не вели это? Ну? А как не вели? 164 стих, 118. Псалма говорит, семикратно в день вели, оказывается. Написано это. Проспали? Для меня это закон. Семь раз в день на молитву. Но это не введено. У нас 20 мужиков в одном месте в городе не соберешь, чтобы столько раз. А у них все до одного мужика. Еще раньше я слышал. Автобус идет, вдруг остановился. В Ташкенте. Ну, наш город советский, говорят. А почему не едем? Видишь, водителя нет. Я, говорит, заглянул, а правда. А как же мы ехали? Так он же был. Был, а где он? А направо посмотрю. Я, говорит, смотрю, там голова одна. А что это такое? А он расселил свой дастархан, так назовем, палаточку-то. И пришло время намаза, он молится. А сколько мы будем стоять? Сколько надо, столько будешь стоять. Не нравится? Он дверь открыл. Выходи, иди на следующий автобус. А следующий когда будет? А когда тоже там отмолится? Я, говорит, подождала. Правда, недолго. Минут пять сели, дальше поехали. Да кто у нас это будет делать-то? Мы даже на одной работе. Вот, ну, ладно, мы здесь. Уже знают нас. Где мы работаем, мы сразу молимся, молимся. Люди, не люди. Мы встали, помолились. Около дороги едем, подняли руки, мы молимся. Совершили молитву. Разувши молимся. Палатка военная, два на два метра. И все это у нас заснято. А для православных, ой, молятся самопальными молитвами, они мертвые. Это поповское отродье воспитало это. А мы молимся, и видно, как рядом работают мусульмане. Если мусульмане делают дорогу, мы стараемся там остановиться. Нас никто не тронет. Они нас защитят. Я нисколько не сомневаюсь. Напади на нас, они жизнью пожертвуют. Один только услышал, что мы, я не знаю, спросили его, или кто ехал-то с нами, Сережа. Когда под Красноярском, где мы путались среди электростанций-то, не могли выехать никак. Там Шушинская, там все это, не поймешь, все везде эти трансформаторы. И молодой человек, ну может, блядь, 30, сразу вызвался, за мной езжайте. Проехал, сколько он долго ехал, выехал, но дальше тут одна дорога. Подошел, на меня смотрит, у меня отец тоже верующий. Мы Аллаху молимся. А как тебя звать? Махмед. Вот. И все. Мы благословили друг друга и поехали. Мы ему не нужны, он знает, что мы православные. Он оставил свои дела, изменил маршрут и поехал. Какие они хорошие. Как отец Дмитрий Смирнов увидел это, а другие не увидели. Им принадлежит будущее и Москва, и все остальное. Чего боитесь правду-то сказать? Они говорят, более ближе ко Христу, нежели мы православные. Я говорю, только Дмитрий не досказывает, что такими бесчувственными ты их сделал. Не приучил молиться. А в плену его в один день научат молиться. А у них кинжал кончилось. Ты принимаешь мусульманство? Ислам это религия мира. Мира. Кинжал в горло. Я православный. Ткнули, дальше горло перерезали. Все. А я принимаю. Принимаешь? Ну давай обрезай, пониже нож опущу. Обрежем сейчас. Заживет. И будешь молиться с нами вместе. Но назад ходу нет. Хоть где мы найдем, убьем сразу тебя, если назад повернешь. А не так я сделаю с мусульманем, а потом сбегу и сделаю с православным. Жить и тебе немного осталось. Но можно научиться стойкости. Которые тут-то живут, они уже обрусевшие, они свинину лопают и все. Это уже так. Вопросы? Кто-то хочет что-то сказать по празднику, по другим вопросам. Вот Виктор Николаевич поступил в духовную семинарию. Так. И от него предложение пошло, что нужно как можно больше братьев, чтобы... Вот как вы к этому относитесь? Положительно. Теперь нужно только батюшку на это настроить. А он начинает, батюшка, вот такой-то, такой-то, не такой. А где такой? Почему ты думаешь, что ты именно такой? Я у тебя столько недостатков сейчас найду, потому что ты забудешь, что ты священник даже. Буду говорить, что тебе рыбалка и грибы дороже, чем паства. Больше проводишь время на поле, чем с паствой. Ну и все. А он не такой. А вот он будет такой, пока учится. Это не говорит о том, что обязательно будет. Ему просто знания Бог даст. И дальше, когда руку полагает сейчас, а что заканчивал? Ничего не заканчивал. Ну как руку полагать-то, когда ты не знаешь? Это надо день и ночь учиться. Я считаю, что нужно послать одновременно сейчас человек пять. Из Потеряевки поговорить, Барабашу это не помешает. И Андрею. А там минимум двое. В Барнауле это Дебунов, Третьяков, Дмуха. Вот три. Может, Виктор Андреевич. Тогда у нас шесть будет. Это будет вопрос. А знаешь, как они зашевелятся? Мы признаем московскую патриархию, семинарии московской патриархии. А дальше будет видно. Главное ввязаться в драку. Нам ввязаться нужно одно. Смиренно делать то, что Господь сегодня допускает. Сегодня гонений нет. А будет гонение, кого-то правильно Виктор говорит, кого-то убили, кого-то посадили, но кто-то останется. Самый-то главный момент не учение, а когда епископ положит руки на голову, рукоположение. Вот центральный момент-то где. А это уже дальше будет видно. Видно будет. Сам патриарх может нам приехать и рукополагать сразу. И он рукоположит. Как было у баптистов. У них... Сейчас я могу ошибиться. 2000 перешло. Православие. Их чуть ли не 60 человек рукоположили. Вот там диаконы. Как именно? В один день нельзя в диакона и священника. А за раз-то, видимо, хоть сколько может быть, как крещение. Я поднимаю левую руку и правую за то, чтобы батюшка согласился обладать. Время не откладывать. Нужно немедленно это все сделать. Подать документы. Тем более уже брат прошел, уже знает и вопросы. И все. Приехал, сдал. Не хуже других. Главное, что надеются там слуху. Нет слуха. Это не главное. И они это сказали ему. Это не главное у пастыря. Мой отец был глухой. Он контуженный дважды был. А пастух был таких, каких поискать, Божьей милостью. Вот представь себе. Пас овечек, и один только недостаток был. Овцы превращались в свиней. Закармливал. Закармливал. Он по часам буквально водил. Ни у кого не было. Так издалека. Издалека привозили из других районов. Там казах, начальник милиции. И привозил. Они любят очень жирные. Нигде таких не видал овец, как у вас. Как вы можете? Такие курдюки, шапки висят там. Отец нас приучил. Это был Божьей милостью пастух. А тетка говорит, она старше была. Он когда маленький был, Тишка там, лет шесть. Ну и зимой ходит, коров проведает. Морозы были большие. Отелилась, не отелилась. Невозможно выйти, чтобы он не прицепился. Достать-то не может. Так он говорит, мерзла земля. Он ляжет из подворотием, первый кричит. Теленок там уже. Он любил это. Это мой отец. Сорок лет. Пастух. И мы-то, чтобы пасти вот так полдня, я такого не слыхал и не видал. А тут еще даже по часам разбили. Ну как, весной выгоняем еще снег, бочежинки первой воды, и загоняем, когда снег полностью покрыл землю. И что по-другому, я даже не слышал и не представлял, и думал, я даже сейчас не могу согласиться. Полдня пасти. А это моя идея. Ну что ж, ответишь за это. Нет, ну так нигде не пасут, только у нас в Потеряевке. Потому что у нас дети пасут. Безврослых. А взрослые... Это не имеет значения. Вы не знаете, кто как кормил. Потому что молоко к вечеру будет. У нас, Игнать сейчас Тихонович, уже никому не надо молоко. Уже никто... Болеет батюшка, Игнатий Тихонович, что плохо пасут, что коровы голодные. А остальные молчат, поэтому надо... Я на поля еду. Я уговариваю. Я серебятишкой молюсь, рассказываю. Нельзя сделать. Вы бесчувственные. Вы нехорошими людьми вырастите. Праведник заботится о скотах своих. Это для вас валюта. Это мясо. Это творог. Это сливки. Это масло. Это сыр. И как не пасти? Мы ехали по стране, видели, как люди пастут. Совершенно ничего нету. Коровы бредут по дороге, и где-то еще это ущипнут. По дороге просто бредут по Армении. Виктор видел это. Видите, я одна, Игнат Тихонович. И мне выходить на целый день, оставлять и птицу, и огород, и все, ну нельзя. Я поэтому... Можно поговорить. Кто-то пришел, взял... Кто-то бредет. Неправильно это. Я... Ну что, по тебе все уравнять теперь? Солнце не восходит. Нет, я когда встала так вот, с Горбуновым мы спарились. Его тоже это устраивало. А потом уже и остальные, что... Ну остальные еще. У нас было одно такое. Здесь жили вот калашников, затеялись так. Вот кто барабаш держит 26 овечек этих, коров пусть 26 дней и пасет. У меня одна, я один день. Я говорю, вы что делаете? Вам не поить зимой, когда ухаживают, тут разница есть сколько. А здесь подошли, одна корова пьет или 26? Тебе какая разница-то? И она одна есть или 26? Она жует, не ты. Что вы делаете? Вы наоборот старайтесь, чтобы у каждого было 260 коров. Они заботятся не о благосостоянии, а о том, а чтобы меньше работать. Народ-то подобрался аховый. Они не любят скотину, не любят поля. Один Игорь работает. У нас, говорили, не работает, а монтолит. День и ночь придет, пыльный. Вот, гляжу как-то в окно, 10 часов 11, свет какой-то. Гляжу, он это, который накручивает сено-то, покатил в поле. Я на завтра в храм заходить, суббота. Я говорю, во сколько ты вернулся в полдвенадцатого? Он даже не нарушил воскресный день. Видимо, дождь обещали, я так догадался. Он скорее ночью побежал. Вот это я понимаю, он кормилец. Он кормит. И главное, что не попросишь, все сделает. И все ему друзья, это Бог так сделал, потому что это благословение Божие. Благословение, оно впереди идет. Работать так могут, и ничего не будет. И нигде не сворованное. Все свое. Вчера гляжу, полную машину грузовую, там, как она называется? Зил или какая? Как наша машина? Газ. Газ. Сочетание. А это откуда машина-то? Как? Да это наша потеряешься. Вы еще покрасили ее в красный свет? Она же была зеленая. Да нет, такая была. Да ты что? Гляжу, полное зерно. Видимо, у Игоря там взял. Разгружает Володя. Я говорю, кто за рулем? Да Володя Плотников. Пожалуйста. Тут нужен Игорь. В одном Игоре я не одобряю. Я ему говорил, а ты все сделал. В храме жили ласточки, всех переманил к себе. Я посчитал, это 28, что ли, гнезд. А в церкви открыто порточки, два гнезда и не занятые. Ты что делаешь? Соблазнился. А то у нас такая достопримечательность была, всех переманил. У него хлеба доступны для всех. Всем хватит. И воробья, и ласточки. Сегодня они в городе. Вот ему два наказа. Там завести жесткий диск и отдать флешку, которая работает. В то время Надежда Васильевна прицепилась, новоселы, просят картошку. Мы не имеем права его трогать больше. Он под завязку. У него клиенты свои. Забыли картошку? Переживете. Нельзя трогать. А не уже было это. Не трожьте без моего ведома к Игорю. Не подходите больше. Мы раз в неделю обращаемся и по нужде не своей. Люди ждут. И мы даем материал. Надо просто... Не так, что он... Он безотказный. Ну и поэтому давай ему нагружать. Нельзя этого делать. Это не по совести. Придет другой раз. Мне сует бутылку там, то сливок, то... Да не надо мне, я не ем. У меня нет денег-то. Нет, все равно оставит. Ну тогда сколько стоит, спрашиваю. А дама другой раз и не возьмет. У нас с головной не умрешь никак. Сегодня вышел. Я на всякий случай взял такая у меня тужурка желтая. Комары не прокосы. Ну и положил ее себе в велосипеда корзинка. Вышел и на сиденье. Володя говорит, я специально, чтобы пустая была. Кто-нибудь что-нибудь положит. У меня Нила разворачивается. Полную мне туда кошелка. Помидоры там, еще не было. Людмила такой арбуз. Я с дороги купленный арбузный. Не допускаю даже близко. Это отрава. Да у ней свой арбуз. Правда разрезали свой. Тонкостенный, вкусный такой. Еще помолились, поблагодарили. С голоду не умрешь. То пирожки Валя принесет, то Нина, то... Ну, народ-то какой. Вообще. У Стиновых вот такой вот арбуз. 10 килограмм. Это, говорит, еще не самый большой. Был 11. Свой. И он длинный, как торпеда. Вот такой вот. Мы ехали дорогой, и везде арбузы торгуют. И я нигде не разрешал. А в одном месте арбузы с поля. Он прямо на поле сидит. И арбуз, ну, вот тут тормозните. Тут мы возьмем. Тут безобмана. Вон тот, который... Давай сюда. Ну, арбузы хорошие. Вот сейчас ехали. Я их опасаюсь. Они с титратами. И плотненько вот отравились. Купили такое. И не знали, выживать нет. Ну, так а с поля у него тоже что? Где гарантии, что у него там нет? Нет. Нет, это с поля. С поля хорошее. Мы видим здесь, какое поле. Все такое, Сережа. Вопрос можно? Да еще время тратишь-то можно. Встань, да, скорее говори. Как вы относитесь к тому, что будущий священник обязан решить перед рукоположением свой семейный вопрос? И на чем это основано? Вопрос-то не к огромнее. А к комиссии, которая, понимаешь. Когда эта комиссия стала такие вопросы принимать? К монахам вопрос. Это монахам придумали. Но епископ, только не женатые монахи. А апостол, разве мы не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену? У Петра теща была. Откуда тещи-то, если жены-то не было? Так и в Писании написано, что епископ, муж одной жены. А у них епископ муж не был. Неправильно это, неправильно. Ну, что сделать-то? Ну, мы православные. Приходится соглашаться. Совершенно антиевангельские. Противобиблейские требования. Но я не буду бунтовать из-за этого. Все равно я епископом не буду. Вот я решил епископом. Меня предлагают. Я согласился. Жена должна пойти только в монастырь. А ее в монастырь-то посади. На один монастырь меньше будет. Комплименты. Зачем такое неправду говорить? Почему неправду? Все это правда, Надежда Васильевна. Ты очень глубоко знаешь Библию. Ты их там как начнешь проповедовать. И они куда денутся? Они все сберут от своего незнания. Они все по парам пойдут проповедовать. И монастыря нет. Она поняла, что в этом оскорблении. Вот ты хорошо, что разъяснила. Вот понимает ребенка, родился. Желаю, чтобы был хороший сын. Вот начинаю. Вот. Чтобы любил хозяина, трудился, был как осел. У нас-то скажи осел на кто. Осел это умное животное. Если он вот здесь застрял, ты яму засыпать можешь, он второй раз туда не пойдет. А яму уже засыпан, он и все равно будет обходить. Он трудолюбивый. И они знают, что желают. Чтобы ты работал как ищак. Надо понимать еще сначала, что в этих словах заключено. А это сразу раз и обнаружилось, что человек в обиде. А в обиде это признак того, что не умерло прежнее. Это вопрос уже о рождении свыше. Обида настолько антихристианское явление, что его даже произносить обидно. А вот у вас бывает это чувство? На кого? Вообще. Ну, показать надо? На себя. На себя. На себя это обида, направленная внутрь. Обида, направленная внутрь, это есть раскаяние, что приветствуется Священным Писанием. Обида, направленная вовнутрь. Вот и все. Обида. Обида означает, что человек не может простить. Он держит эту обиду на себе. Я бы сделал так, а вот он не так. Вот у нас такое есть. Он не может никак выйти из этого состояния. Твой сосед, он перемалывает 10 лет. Это Никон, это Никон, это Никон. Он не может быть. И вот пишет Песков, он писатель, и говорит. Вот когда встретились с Карповым, он говорит о Никоне, о царе Алексея Михайловича, как будто он живет за стенкой. Только сказали так, была же война с немцами. Как, с германцем война была? Проклятие Петру. Это он с немцами якшался. Он сразу перекидывает назад 250 лет, и дальше начинает его гвоздить. Проклятие Петру. Не то, что от Бога, это неудерживая меч Господень, от крови проклятие, это наказание за наши грехи, за отступничество. Нет, виноват Петр. У них все, а это Никон виноват. Глупее это ничего нельзя придумать. Самая конструктивная программа, это виновен я. Я непременно должен себя убедить в этом. Обидно, очень обидно, задержавый за себя. Но эта обида не та, которая несет в себе след огорчения, невозможности молиться из-за непримиренности. Я на него обижаюсь. А почему обижаешься? Ну, обижаюсь. Ну, а почему я говорю? Потому что без нашего разрешения эту сноху взял. И сколько сноха живет? Да уж трое ребятишек. И все еще не просили. Нет, не могу простить. Такая была девушка на примете. А какую взял? А где они живут? Да живут отдельно. Но мы их домой не принимаем. Моя мама ушла вот так самокруткой, как говорится, за отца. И тоже не хотели знать. А потом мы околачивались, там у дяды учились и все. И бабка доживала веку моего отца. А отец мой как-то пришел выпивши. Они меня за дурачка считали. Отца отцу-то обидно. А теперь она живет у меня здесь, роняет из себя. А я ее даже старой каргой ни разу не назвал. А почему? Ну, матери нравился. Он любил выпить, любил подраться. За справедливость был. Как-то крутой парень был. А они были тихие, смиренные. Но она выбрала... Я с мамой когда поехал, а отец там умер. А бабка-то здесь, рядом ее могила. И она упала на могилу. Отцу ей плакала. Тятинка, звали они, тятинка, не папа. Прости меня. Я вышла замуж без вашего разрешения. Сколько горя вам принесла. Он уже лет 30 в могиле. Я вспомнил станционный смотритель Пушкина. Когда она приехала и на могиле плакала и рыдала. Это жизнь. Я речь уже не об обиде веду. Обижается человек. Сказал не так. А то обо мне сказал. Ну, варь, шапка горит. Такое слышали. Вот только начни что-то говорить. Миша Никитин сразу. А кто это сказал? Кто заложил? Кто? Прям уголовный жаргон-то весь. Кто? Сказал. Тебе зачем это знать? Тебе нужно знать только одно. Как быстрее выйти из этого положения? А что не так? Прям испуганные такие голоса. Батюшка вот говорит. Я звоню Глушкову. И говорю. Игорь. А кто вчера пас? А что такое? Он не отвечает. Но я ничего спрашиваю. Кто вчера пас? Что они наделали? Что-то не так? Он не может ответить. То есть он боится где-то. Это говорит о мертвенности души. Ты ответил кротко. Ответил. Да мои девчонки пасли. Все. Больше тебя ничего не спрашивали. Что? А они сюда загоняли? А что они там попортят? Я спрашиваю. Загоняли туда скот или нет? Он не может ответить. Потому что у него везде все свербит и болит. Он не может сказать. Не говоря, что там раскается или как-то. А от Игоря Барабаша бык один подойдет сразу. Барабаш, забери свой бык. Подошел на мое сено. А свой весь табун там у Игоря пасется. Ну не так ли оно? Когда бы не позвал еще на помощь. Сразу. А я сепарирую. Вот сепаратист нашелся. Все сепарирует и сепарирует. А я понял в конце концов, почему это люди сепарируют. Мужчина стоит, кочком переливает. Потому что вот эту ломовую работу в лесу, как мы работаем, он не будет работать, таскать. Не будет. И поэтому 70 килограмм лишнего жира. Я уж не конкретно о нем говорю, а то обеда еще новая будет. С нами человек этот не будет вырубать лес и корчевать пни. Подготавливать земли для жизни. Он не будет. Вот он маленький человек. Сколько он делает это? Трех мужиков таких надо, кузатых. Вчера Сергей-то про него сказал. Если бы он у них был миллионером, бы стал. Да. Какой сидит? Парализованный козлов. Я видел, как Володя работает. Он видит, как работает где-то. Вот что там, вишняк заполонил, все. Я не знаю, мы бы сейчас еще там работали. А он один, он как включился, он не тысячу ударит, десятки тысяч ударов делает. И рубит, и рубит, и рубит. Один топор наточу, второй передаю ему. И он как машина. У Сиськова Семена или у Алексея, там где-то были, он колол дрова, так мужик через забор, где ты нашел такого дровосека-то? Топор, говорю, только мелькает через забор. Его не видать там, он чуть выше пня. Как поговорка, говорит, вместе с пуражкой, говорит, до рукомойника. Я понял, почему у него успешная работа идет. Он бьет серией ударов в одно место. У нас два раза ударил, Чурку переворачиваю. Он нет, она не колется. Он не слышит этого. Он бьет и бьет. Гляжу, раскололась, ну надо же. Я два бы ударил, а он 22 раза. Отгляжу, она уже щель дает, и наконец, Чурка не выдержала. Нет, силы-то нету, бить сразу. Это просто нам пример Господь показывает. Решительно надо бороться с грехом и с обидой. Обиды никакой не может быть. Обида только на самого себя. Почему я раньше не познал? Я мог не в 23 года услышать. И моменты были такие. Прохлопал ушами. В 23 года я только пришел, как должно, услышал. Да еще после этого, сколько наворотов всяких, поворотов. Благодарение Богу. Дожили до сегодняшнего дня. Всему свое время. И огонь не погас. И сделали, что хотели. Даже вот сегодня думаю, почему я потерял? Ну неправильно, растяпа, размазня. И тоже сказал, брат говорит, у меня есть, значит, его потревожит. Еще ближе мы сроднимся. И Богу смотрит. То не найдется, может быть, следующим поколением найдется. Она, может быть, и не портится. Будет лежать и лежать. И новое поколение... Есть еще в целлофане. В целлофанчике, да. Сбереженное. Вот скажи, была же такая размазня, кто-то потерял. Растяпа. Я такой и есть. А может это будет шедевром каким-то? Может найдутся тогда, когда уже они ничего значить не будут. Правда же? Уже будет что-то другое усовершенствование. Вопросы? Вопросы? Любовь Михайловна, это поддержали. У меня это самые не вопросы. Ну говори, надежды в себе. Хозяйка хочет сказать что-то. Я хотела... Читали книгу здесь мы. Ириночка взяла, я хотела показать ее. Написано в церковности. Там про Марию, монашку, описывается. В 45-е годы была она и в 50-е... Ой, в 45-м году ее в газовой камере сожгли. А как в 50-е она могла быть? Нет, это о других говорится. Я перепутала. И вот она во Франции жила. И как она там организовывала? В монастыре она обличала всех, что не так, конечно. Надо идти и проповедовать всем о Христе. Вот, пожалуйста, монашка. И она организовала такие группы. Она организовала дома и приюты. Фамилия ее как? Книга-то где? Ну книга Леночка увезла дочитывать ее дома. Очень хорошая книга. Ее обвинили в том, что она помогала тем-то и тем-то у немцев. Она все время носила там мешки с рыбой от нее, рыба и, говорит, пахла. Она на спине таскала эти сумки. Ну и когда она из монастыря уходила и организовывала, там все и проповедовала о Христе везде и все договорила. Ну понятно. И к мужикам, когда пришла к мужчинам там на этих работе, он говорит, что ты говоришь, болтает, болтает. Лучше пол помыла, грязный такой. Она взялась и начала полы мыть. И все делала не только, она говорит, словом, но и делом. И поэтому ее воспринимали как должно. Ивангельская проповедница. Именно по Евангелию она все шла делала. И почему ее в газовой камере сожгли? Одну приговорили, а она моложе была. Она переоделась, ее номер взяла, свою ей одежду отдала. И та спаслась. А ее бросили в камеру, она так погибла. Это у Католича, уничтоженник Версимилиан Колбы. Она была православная, кстати. Так, вопросы? Это вода форточку была. Еще нет? Благодарим Бога. И как учил товарищ Ленин, подвое и в разную сторону. Господи Боже наш, слава Тебе. Как Ты дивно велик. Преобразись в нас. Чтобы лица наши сияли радостью, спасенными. Прими нас. Ты искупил нас в крови Твою пречистую. Ты дал нам Духа Твоего Святого. Хвала Тебе. Мы верим всему, что написано в Святой Библии. Посети в этот час страдающих в Украине. Умягчи сердца ожесточившиеся. Всем даруй раскаяния. Пошли добрых насильников вместо сия. Тебе Боже слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.